Практически во всех музеях нашего города есть воссозданные исторические макеты зданий. Многие их видели, но далеко не все знают, что собираются они руками учащихся Брестского политехнического колледжа. Для того, чтобы сделать всего одну такую исторически достоверную копию объекта, изучаются архивы и различные свидетельства. На эти исследования уходит не один год, рассказывает Виктор Басов, который вот уже на протяжении 15 лет является руководителем колледжа. С гордостью он рассказывает об успехах учащихся и его выпускниках. Наши выпускники пользуются большим спросом предприятий и организаций не только нашего города и области, но и по всей республике. И если проследить историю, то наши выпускники работают и далеко за пределами нашей страны. И в России, и в Украине, и в Европе. И очень приятно осознавать, что выпускники, которые закончили наше учебное заведение, добились каких-то результатов. Потому что среди них есть и руководители производств, и те, которые занимают большое и значительное место в общественной жизни. Сегодня только на дневной форме в Брестском политехническом колледже обучаются 1060 человек. Еще более 200 – на заочной. Подготовка учащихся проходит по шести специальностям и семи специализациям. Из четырех существующих отделений самое старое и большое – это строительное. А в далеком 1966 году именно оно было первым и единственным, с которого все начиналось. Сегодня же здесь с удовольствием осваивают азы профессии не только юноши, но и девушки. Учусь на третьем курсе в политехническом колледже. На реставраторы поступила. Сейчас прохожу малярную практику, вообще технологическую практику. В конце мы получим разряд, обучимся профессии и пойдем работать уже на производство. Я хотела пойти после девятого класса уже получать среднее образование. Тут можно научиться маляром, стать маляром, как бы получить категорию. И в принципе, именно маляр – это женская профессия, чисто женская. Игорь Петруйчик – выпускник политехнического колледжа. Сегодня же он наставник в родном учреждении, где его ценят как специалиста. У нас учатся и мальчики, и девочки различные специальности получаем. Профессии маляр, бетонщик, каменщик, плиточники-обрисовщики. Также кто у нас здесь отрабатывает практику на заводе железобетонных конструкций, у нас получают профессию формовщик изделий. Профессии все востребованы. С этого года у нас открылась новая специальность – дорожный рабочий. С следующего года они тоже к нам прийдут на практику. Одно из старейших в колледже – радиотехническое отделение. Парней здесь традиционно больше, но есть и девушки. Все проходят путь от изучения общеобразовательных дисциплин на первом курсе до специалистов, способных самостоятельно сконструировать любое радиоэлектронное устройство. Мы учащиеся радиотехнического отделения Политехнического колледжа. Наше отделение работает с 1987 года. В настоящее время в отделении проходит обучение по двум специальностям. Это проектирование и производство радиоэлектронных средств и техническое обслуживание технологического оборудования и средств робототехники в автоматизированном производстве. Все выпускники отделения могут продолжить свое обучение в высших учебных заведениях Республики Беларусь на вечерней и заочных формах обучения. Мы от лица всех учащихся отделения и преподавателей хотим поздравить колледж с юбилеем. 55 лет – это солидный возраст для колледжа. Многое сделано и еще больше новых возможностей и свершений впереди. А юбилей – прекрасный повод поблагодарить руководство, коллектив и учащихся, сказать друг другу самые теплые и самые важные слова. Сегодня я бы хотела поздравить наш колледж с важным событием, его юбилеем. Я хочу выразить слова благодарности нашему директору, а также педагогическому составу и сказать спасибо большое за то, что они развивают наш колледж и дают учащимся возможность участвовать на мероприятиях различного характера. Хочу пожелать студентам нашим, учащимся, чтобы у них было все хорошо в профессии, чтобы у них хорошо сложилась дальнейшая их судьба. А преподавателям хочу пожелать успехов, терпения, ну и крепкого здоровья. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова